По одной статье по коммерческому подкупу в пределах санкции статьи, потому что санкции предусматривали наказание от нуля до 12 лет лишения свободы, суд назначил 4 со штрафом 2 миллиона. А эпизод, касаемый покушения на дачу взятки, он предусматривал наказание от 7 лет до 12, с учетом того, что покушение больше 9 назначить не могли. Суд посчитал возможным, с учетом большой совокупности смягчающих обстоятельств, который суд перечислил в приговоре, назначил наказание по кушению на дачу взятки ниже низшего предела, ну и, соответственно, 5 лет лишения свободы. И частично сложив эти наказания, итоговое наказание получилось 5 лет и 1 месяц. Оно также получилось ниже низшего предела. В данном случае суд имеет на это право, есть такая статья 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая при наличии большого количества смягчающих, когда суд считает их исключительными, это совокупность обстоятельств, в том числе, кстати, явка с повинной, которую суд не исключил со стороны Федерова, написанная, назначить именно такое наказание. Поэтому в целом наказание, назначенное по делу при учете обвинительного приговора, оно достаточно гуманное и, более того, оно значительно мягче то меру наказания, которое просил гособвинитель. Как вы помните, там в итоге было запрошено пожелание в виде 12 лет лишения свободы и дополнительное наказание в виде штрафа 21 миллиона. Но то, что в итоге получилось, вы слышали, это более разумный, более мягкий и более человечный вариант, скажем так, странно. Существуется, пожалуйста, что-то разговаривали, что слышали. Вы знаете, такие решения не должны быть взвешенными, потому что сразу после оглашения приговора надо его еще немножко осмыслить и принять какое-то решение по этому поводу. Мы будем встречаться с нашим предзащитным следственным экзалятором, это будет на следующей неделе, потому что нам еще не вручили копию приговора. Суд сказал, что в понедельник только, может, оглашалось будет на бумажном носителе. Надо будет еще внимательно все это просмотреть, прочитать и уже где-то во вторник-среду принять решение о том, есть ли необходимость или нет, обжаловать такой приговор. Дело в том, что здесь какой-то компромисс, видимо, получился. С одной стороны, суд не согласился с нашими доводами о невиновности по обоим составам, с другой стороны, назначил весьма мягкое гуманное наказание для обвинительного приговора по этим статьям. Поэтому, как такие случаи говорят, искушать судьбу и подавать жалобу на вполне гуманный приговор в части меру наказания, наверное, это было бы не совсем правильно с позиции целесообразности. В любом случае, решение должно принять мой подзащитный, с учетом его пожелания я либо буду готовить эту апелляционную жалобу, либо мы откажемся от ее подачи. А вот до сих пор не ясно, согласился ли с виной сам Федоров или не согласился ли он? Нет, его позиция как раз звучала достаточно убедительно. Вы же, насколько я помню, на принях были от начала до конца, правда, потом еще было последнее слово, где он чуть дополнил мое выступление. Он не согласился в категоричной форме с обвинением в совершении получения, точнее, коммерческого подкупа, потому что там действительно очень сложная ситуация. Я полагаю, что суд, конечно, здесь не очень обоснованно вынес приговор обвинительный по статье 204. А то, что касается покушения на дачу взятки, там действительно есть спорные моменты. Был добровольный отказ, не было добровольного отказа. Имела ли место провокация при передаче вот этой самой денежной суммы со стороны оперативных сотрудников или все-таки нет. Там ситуация была 50 на 50. Но он в целом признал факты того, что они имели место, но посчитал, что, наверное, все-таки добровольно отказался от этих действий, забрав эти деньги назад. Поэтому в целом можно сказать, что он, наверное, частично признал по покушению на дачу взятки и не признал по коммерческому подкупу. Вот такая его позиция, которая в последнем слове звучала перед тем, как суд удалился в совершении на комнату для вынесения приговора. А вот эти сомнения, когда был добровольный отказ от дачи взятки, не было добровольного отказа от дачи взятки, они должны в чью позу толковаться? По закону любые сомнения, неустранимые, должны толковаться, естественно, в пользу стороны защиты и в пользу подсудимого. Ну, видимо, у суда таких сомнений не возникло, хотя вот из текста оглашенного приговора я не услышал убедительных формулировок, почему там добровольного отказа нет. Так, в частности, судья сказал, что эти доводы опровергаются первоначальными показаниями Федорова, но Федоров первоначально как раз на эту тему слишком подробно и обстоятельно ничего не говорил. Его показания первоначальные, как раз эпизоды коммерческого подкупа касались, а не покушения на дачу взятки, и другими материалами уголовного дела, исследованные в суде. Какими именно другими, я как раз считаю, что и видеоматериалы, которые в суде исследовались, они как раз и говорят о том, что человек подает деньги, забирает деньги, и каких-то внешних факторов, почему он их забрал, на этом видео я лично не заметил, не обратил внимания. Может быть, судья что-то увидел такое, что не увидела сторона защиты, но, наверное, ей в приговоре было бы смысл указать об этом. В частности, в приговоре, при оглашении сегодняшнего варианта приговора, здесь не прозвучали эти моменты, поэтому я считаю, что вот эти сомнения более правильно было бы в пользу Федора толковать, суд их толковал по-другому. Бог судья, нашим судья. Субтитры создавал DimaTorzok